здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и ее постоянные ведущие я эдвард брумер и гэри брумер а сегодня мы на прямой линии с москвы беседуем с журналистом публицистом леонидом александровичем радиховским леонид александрович добрый вечер добрый леонид александрович во первых большое спасибо что вы в это позднее время согласились с нами побеседовать для наших радиослушателей для тех кто нас смотрит на youtube канале и у меня первый к вам вопрос а завтра уже через пару часов в россии побегут значит голосовать папа папа поправкам конституции понятно что элла панфилова сделает тот результат который владимиру путину будет выгоден скажите если вдруг случится такое чудо и большинство проголосует против что в таком случае может произойти ну во первых это не завтра будет это уже идет сегодня 30 число это голосование идет пять дней с двадцать пятого числа завтра она как раз заканчивается вот а насчет того что будет случае такого чуда ответил сам путин он сегодня выступал очень короткое было выступление и он сказал что все эти знаменитые поправки вступит в силу только в том случае если за них проголосует больше 50 процентов от числа участвовавших в голосовании но соответственно если проголосует меньше 50 процентов то есть больше 50 процентов будет против то по сегодняшнему торжественному заявлению путина поправки в силу не вступят, но если бы они в силу не вступили, то это означало полную политическую катастрофу для Путина, то есть просто его буквальное обнуление, обнуление его сроков вот просто сегодня. Ну, понятно, что если он так говорит, то значит он абсолютно уверен, что проголосуют так, как действительно ему надо и что, по крайней мере, больше своих 50% за он не получит а получил уже, потому что иначе, конечно, такого выступления бы не было. Зачем оно вообще нужно, я не понял совершенно, но поскольку давно уже непонятно вообще зачем Путин делает много разных вещей, например, само это идиотское голосование непонятно зачем. Вот, но тем не менее, значит, ответ на ваш вопрос, извините, у меня что-то выключилось, ага, вот, ответ на ваш вопрос следующий, значит, если бы за поправки проголосовал меньше 50%, это была бы политическая смерть, объявленная самим Путиным, то есть его политическое самоубийство. вопрос такой, Леонид Александрович, вы всегда говорили, что Путин уйдет в 24-м году, но вот эти поправки, естественно, продлевают его царствование, скажем так, до 36-го года, об этом все говорят. Вот у меня такой вопрос, а зачем ему уходить? Вот вы сказали, что ему делать как бы нечего, но в принципе-то друзей он накормил, народ им доволен, враги повержены, он же может сейчас просто находиться на олимпе власти и наслаждаться своей жизнью. Почему вы считаете все-таки, а может уже не считаете, что он уйдет? Ну, во-первых, 36-й год здесь дата абсолютно условная. Путин, если он останется, если он в 24-м году, когда истекает его срок, он, напоминаю американским слушателям, что Путин избран или в кавычках избран, или без кавычек избран президентом в 2018-м году до 24-го года, то есть его законное правление еще до 24-го года, и по закону он должен, по-прежнему, по старому закону, он должен был в 24-м году уйти. Действительно, эти новые поправки дают ему юридическую лазейку, чтобы остаться и опять баллотироваться в 24-м году на выборах, которые в 24-м году уже будут, очевидно, никакими не выборами. Ну, понятно, что если он останется, то 36-й год здесь совершенно ни при чем, это очередное вранье, он просто останется до смерти. Если он умрет после 36-го года, то, значит, ближе к 36-му году, когда ему будет, между прочим, 84 года, ну, Америка нам показывает, что 80 лет люди только входят во вкус. Вот, значит, когда ему будет 84 года, он еще какой-то финт выкинет и продлит свою власть настолько, насколько ему Господь Бог дал жизни. это если он в 24-м году останется. Я по-прежнему считаю, что он в 24-м году уйдет, и дело совершенно не в том, что ему нечего делать. Можно править, ничего не делая, правда, почивать на лаврах нельзя, а надо, президент обязан, это его работа, все время создавать какие-то события, информповоды, что-то изображать, имитировать бурную деятельность. Вот, поэтому просто так тихо, мирно плавать в бассейне невозможно. Он будет создавать информповоды, какие-то события и так далее. Но почему я считал и считаю, что он уйдет, потому что он, не потому что ему делать нечего, а потому что то, что называется контракт Путина с народом, исчерпан, с моей точки зрения. Что это за контракт? Речь идет не о том, что, как многие пишут, Путин обещал деньги за покорность. Вы будете покорны, не будете лезть в политику, я вам обеспечу приличный уровень жизни. И этот контракт закончился. Или там другой контракт. Я вам обеспечу бесперебойные поставки патриотической наркоты. Ну, Крым там захватили, еще кого-то захватим. Бесконечная борьба в кавычках с Соединенными Штатами в телевизоре. Рассказы о нашем величии, о победе в 45-м году и тому подобное. А вы за это будете меня терпеть. И не в этом контракте дело. Дело просто в том, что Путин за 20 лет пребывания во власти на сегодняшний день и за 24 года пребывания во власти к 24-му году страшно надоел огромному большинству людей. Для этого нету соцопросов. Это мое интуитивное ощущение на основании разговоров не только с людьми, которые плохо относятся к Путину, но и с людьми, которые совсем неплохо к нему относятся. Неплохо относились, неплохо относятся и сейчас. Тем не менее, они все говорят, что он надоел, что нельзя править 25 лет, что он ни черта не делает, что он выдохся. В общем, старым стал, плохим стал. Вот это вот общее такое мнение, которое я слышу от самых разных людей. Удерживает же их от того, чтобы выступать против, но прежде всего естественный страх, естественный конформизм, естественное нежелание вообще лезть в политику. Ну и кроме того, такая простая мысль, если не Путин, то кто? Вот мне кажется, что так устроена российская политическая система, что в ней нет альтернативы президенту. Есть его торжественное переизбрание, торжественная присяга на верность ему, которая называется по аналогии с процедурами выборов на Западе выборами. В этой истории участвуют клоуны всякие наемные, там Зюгановы, Жириновские, Явлинские, но все знают, что они никто и звать никак, это просто торжественная новая коронация президента. Вот мне кажется, что в 24-м году Путин свою коронацию может опять выиграть, если у него будут опять соперниками в 24-м году 80-летний Зюганов и 76-летний Жириновский, ну и так для потехи Явлинский, то скорее всего в такой кампании за отсутствием соперников его опять выберут, или по крайней мере ЦИК насчитает ему нужное количество голосов. Тогда в чем уже проблема? Проблема в том, что Путин, как это ни удивительно для каких-то ваших слушателей, тоже человек, самый обыкновенный. Не бог, не царь, не герой, не маньяк, не человек, одержимый сверхценными идеями, а довольно обычный человек, который за 20 лет подсел на определенный наркотик. Этот наркотик называется связь с народом. популярность, любовь, уважение. Для Путина исключительно важно, что он имеет, так сказать, эмоциональную подпитку от народа. Если он будет ощущать, что никакой эмоциональной подпитки он не имеет, а имеет равнодушную и недоброжелательную покорность людей, которые не в состоянии ничего сделать, но которые его в огромном большинстве трезирают, над ним смеются, абсолютно никаких надежд и положительных чувств с ним не связывают, а просто мрачно, с мрачной иронией и отплевываясь на него смотрят. Мне кажется, что после этого с таким ощущением править остаток дней своих 10 лет, 15, 20 Путин не сможет, просто морально не сможет. И поэтому в такой ситуации его инстинкт личного человеческого и психологического самосохранения подскажет ему единственно возможный выход, то есть уйти, выставить преемника, как это сделал Ельцин в 2000 году, ну и преемника изберут, а после этого уже начнется совсем другая политика, потому что в России политика всегда радикально меняется с приходом нового президента, может обрушиться вся система, может просто измениться политика. Ну вот, противников у Путина в стране нет, оппозиции никакой нет, и вот во время этих сейчас проходящих голосований, выборов тут никаких нет, во время этих голосований так называемая оппозиция проявила себя во всей своей красе, вот, интеллектуальной красе, моральной красе, например, так называемые противники Путина, так называемая политическая оппозиция, отчаянно уговаривали людей, недовольных Путиным, не ходить и не голосовать против Путина. Если это называется оппозиция, то что же тогда называется халуи власти, я не знаю. Поэтому сопротивление со стороны оппозиции Путину ждать не приходится, но отвращение народа, талкивание со стороны большинства общества, как мне кажется, он почувствовать может. Ну вот у писателя Щедрина есть такая фраза, энергии действия глуповцы противопоставили энергию без действия. Это совсем не так глупо, потому что если правитель способен ощущать настроение народа, вот эту самую энергию без действия, и способен ощущать, что он людям остачертел, причем не отдельным там болтунам интеллигентам в Москве, не миллионам людей, отнюдь, а десяткам миллионов, большинству жителей своей страны, тому самому глубинному народу, о котором Путин все время говорит. Вот если он способен это ощущать, то я думаю, он не останется руководить этими людьми еще на н лет, то есть до своей физической смерти. А может ли Путин уйти в таком случае раньше, как вы думаете? И следующий вопрос тогда, понятие или термин путинизм. В истории может ли этот термин стать рядом с такими понятиями, как ленинизм, сталинизм? Такого термина не существует, это просто идиома, который ничего не означает. У Путина нет идеологии, в отличие от Ленина, у Путина нет идеологии, в отличие от Сталина, соответственно, никакого ленинизма и никакого сталинизма нет. Путин просто популист определенного рода. Вот есть в России такое очень популярное понятие скрепы, скрепы, массовое, осознанное или неосознанное настроение большинства населения, того самого молчаливого большинства, о котором говорят во всех странах. Осознанное или неосознанное настроение молчаливого большинства. За 20 лет Путин ничего ни разу не делал поперек этих скреп, а только вдоль них. Он сам человек из обычной семьи, человек из народа. Он хорошо чувствует эти скрепы, хорошо чувствует эти настроения, и он им потакает, как может. Но в народе всегда есть много разных настроений, много разных скреп. И задача Путина как президента – отбирать именно те скрепы, которые ему выгодны, и педалировать их. Эти скрепы не оригинальны, в них нет никакой особой путинской идеологии. Это перевод на язык 20 века, старой традиционной православно-самодержавной идеологии, которую в начале 19 века сформулировал такой граф Уваров, министр народного просвещения Российской империи – православие, самодержавие, народность. Ну, собственно говоря, православие и народность – это просто подпорки для центрального момента – самодержавие. Вот Путин считает, что именно эта комбинация, этот треугольник является базовой скрепой. Это, еще раз повторяю, не какая-то цельная идеология, это винегрет, что заметно, например, по этим поправкам. Да, смысл этих поправок просто в том, чтобы дать Путину лазейку, зацепиться и остаться президентом вопреки закону, это правда. Но поправки, тем не менее, окрашены во вполне определенные тона, они образуют определенный пазл. Какой это пазл? Это пазл традиционно консервативной идеологии, в довольно мягком варианте. Сюда входят разные вещи, вот любите собак и кошек, почитайте родителей. Я вам дам горячие завтраки. Верьте в Бога. Семья – это союз мужчины и женщины, соответственно, никаких нетрадиционных семей быть не может и не должно. Мы особая цивилизация, великий народ. Мы никому никогда не отдадим ни пяди нашей земли. И так далее. Это довольно определенный набор, каждая отдельная деталь, в принципе, может выниматься, но в целом пазл вполне понятный. Это такой консервативно-православный пазл. Русские цари верили, что патриархальные крестьяне вот именно так живут, именно так верят. Православие, белый царь – это и есть русский народ, особый народ. В это верили почти все русские цари. Ну, примерно в это же, в той или иной форме, верили на последних этапах своей жизни уже и коммунисты. Коммунизма никакого не было, а вот та же самая традиционно-патриотически-державная идеология оставалась. Мы – великая страна, величие измеряется физической силой страны, ракеты, бомбы. У нас враги. Запад – растленный, гниющий Запад, который хочет навязать нам абсолютно чуждые нам ценности. А мы этому противостоим. Вот эта идеология – это и есть вечная консервативная идеология России. Она действительно соответствует настроениям многих людей. Это правда. Но проблема заключается в том, что к этой идеологии, о том, что мы великие, что у нас есть враги, что против нас плетут заговоры, что действительно вся мировая политика делается заговорщиками, и делается она против России. Это главная цель наших врагов – действовать против России. Эта идея очень популярна в России. Я думаю, что такого рода идея популярна во многих странах – патриотическая конспирология. Но Путин к этим идеям незаметно добавляет еще один пустячок, а именно то самое самодержавие. То есть вот как в советское время к билету в хороший театр давали в нагрузку билеты в плохой театр. Вот если вы считаете, что мы великая страна, что у нас есть враги, что мы должны быть сильными, что гомосексуалисты не должны заключать браки, что должны быть традиционные консервативные ценности, вот плюс к этому – еще и вам нужно пожизненное мое самодержавие, как гарантия всего этого. И вот тут, я думаю, Путин крупно ошибается. Потому что вера во врагов, в конспирологию, в державные ценности – это есть, хотя и не в таком объеме, как ему кажется, но это в народе есть. А вот веры в самодержавие в народе нет. Самодержавие в России умерло. Умерло оно в феврале 1917 года. Как оно умерло во всей Европе и везде. И воскресить его никакими фортелями невозможно. И обманным путем просунуть незаметно между патриотизмом, горячими завтраками, любовью к кошкам и нелюбовью к гомосексуалистам. Вот незаметно просунуть между всем этим самодержавие этот номер не пройдет. В список традиционных скреп главный элемент, главная скрепа самодержавия больше не входит. И тому есть очень простое доказательство. Если бы действительно Путин верил, что народ хочет самодержавной власти, он бы не морочил голову кошками, завтраками, Пушкиным и даже врагами. Я просто поставил бы один очевидный простой вопрос. Вы хотите мою пожизненную власть или нет? Вот и все. Но Путин знает, что если так поставить вопрос, то ответ будет нет. И никакие фальсификации и никакие Эллы Памфиловы тут не помогут. Потому что это общее народное мнение. Никто не хочет его самодержавной власти. Значит, что есть идеология путинизма? Это традиционная русская консервативно-монархическая идеология, из которой история вынула и выбросила центральный главный элемент под названием самодержавие. Вернуть этот элемент, вопреки времени, Путин не в состоянии. И он пытается жульнически его просунуть под видом горячего завтрака с милой кошкой. Этот номер не пройдет. То есть проголосовать-то за поправки проголосуют. Еще раз повторяю, поскольку у Путина нет в стране ни одного политического оппонента, то, соответственно, противостоять организованно, ему никто не может. Политической воли бороться с ним ни у кого нет. Интеллектуальных сил у так называемой интеллигентной оппозиции нет. В этом смысле все. Ноль, 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 ноль. Но народ не хочет самодержавства. Ну просто вот не хочет и все. Вот одна из скреп, которые сегодня в народе есть, наряду с верой во врагов, в плохую Америку, в борьбу с гомосексуалистами и во многое другое, есть еще одна скрепа. Самодержавие нам не нужно. Хватит. Самодержавия в России не будет. И обойти эту скрепу очень трудно. То есть, повторяю, эта скрепа проявит себя в том, что огромное большинство населения самодержится Путина, то есть Путина, как вечного пожизненного диктатора, будет отторгать. Молча. Молча. Презрительно. Иронично. Ругаясь. И вот этого противостояния не с политическими противниками, которых у него нет, но с народом, на который он, так сказать, опирается. Вот этого противостояния, как мне кажется, Путин психологически не выдержит. С его уходом идеология Путинизма рассыпется и исчезнет. Этой идеологии нет. Это фейк. Это фикция. Это набор некоторых пропагандистских клише. Ну, например, если вы сегодня будете в Москве, то вы с удивлением увидите на каждом углу 45-1945-2020. Помним, гордимся и так далее. То есть, такое впечатление, что война закончилась 5 лет назад, 10 лет назад, ну, 20 лет назад. Война закончилась 75 лет назад. И, значит, дальше, соответственно, время продолжает текать. Вот Путин часто говорит, что чем дальше уходят военные годы, тем важнее они для нас. Это вранье. А правда заключается в том, что чем дальше уходят военные годы, тем больше о них говорят. Тем больше о них надсадно кричит пропаганда. А кричит она о них потому, что больше ей голубушки кричать абсолютно не о чем. Вот этот элемент большого вранья, искусственное надувание военной темы, он исчезнет. Люди, естественно, будут помнить войну, как в Америке помнят там войну за независимость, во Франции, французскую революцию. Как в любой стране помнят всякие великие события. Это без вопросов. Но это перестанет быть живой, обсуждаемой политической темой. Вот силогизм. Посылка первая. Если мы победили в 1945 году, то, следовательно, в 2020 году мы должны обожать власть, которая у нас есть. Этот силогизм разлетится. В 1945 году победили, а к власти, которая в России в 2020 году, это не имеет ни малейшего отношения. Ни прямого, ни кривого. Вот этот момент путинской идеологии, в кавычках, вылетит. Рассыпется, как труха и вылетит. И война станет тем, чем она и является. С историческим событием, и не больше того. Леонид Александрович, нам невероятно интересно, но у нас ответственность перед нашими рекламодателями. Нам надо уйти на рекламную паузу, и мы потом продолжим. Мы возвращаемся в программу политинформания. Радиостанция «Народная волна Чикаго». И сегодня с нами на прямой связи с Москвы публицист, журналист Леонид Радзиховский. Леонид Александрович? Да, я закончу тогда. Да, 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 пожалуйста. Ну вот, Путин, он тоже на «Народной волне» плыл с 2000 года, оседлал эту «Народной волной» плывет. Ну, а дальше получилось. Обычная история, волна ушла, а он на песке остался. Вот, когда он это окончательно ощутит, то поднимется с песка и уползет. Значит, вы говорите о его идеологии, что от нее останется. Да ни черта от нее не останется. Значит, базовые скрепы, они останутся, естественно, они во всем мире есть, консервативные скрепы обычных, ну, грубоватые, в России чуть погрубее, обычных средних европейцев. Ну, средние люди в Европе, как мне кажется, стесняются это сказать. Ну, в общем, они не в восторге от гей-браков, например. Многие, скажем так, не в восторге. И не больно-то им нравится, значит, политкорректность. И они считают, что в семье должны быть мужчина и женщина. Вот эти ценности, они останутся. Только они к Путину не имеют никакого отношения. И к его самодержавию не имеют никакого отношения. А вот другие ценности, ну, я уже сказал, вот психоз, связанный с 9 мая, как его в России называют, победа-бесия. А я говорю, парада-бесия. Потому что к реальной войне это никакого отношения не имеет. Имеет отношение к культу идиотских парад. Другая ценность, о которой Путин долдонит непрерывно, что вот, значит, распад Советского Союза. Это величайшая геополитическая катастрофа. Это проблема поколения Путина, чуть моложе Путина, чуть старше Путина. Через 5-10 лет эти глупости просто никто не будет воспринимать. Катастрофа, не катастрофа, нет Советского Союза и никогда не будет. Нет Российской империи и никогда не будет. Российская Федерация – это не обрубок империи, который должен опять кого-то к себе втащить. Просто обычная страна. Вот, и этот, значит, и эта скрепа превратилась в фейк. Просто в фейк. И ни у кого, ну Крым, ладно, значит, Крым по России очень популярно, чтобы присоединили Крым. Но все остальное, какое нам дело до других республик, до Белоруссии, до Украины. Живут себе и живут. Вот, и многое другое. Судорожная попытка, вечная российская попытка со времен Петра Великого стоять на цепочках и быть круче Европы, догонять Европу. Это имело когда-то смысл или не имело смысла, но в любом случае это было более или менее технически возможно. Осмысленно или нет, другой вопрос. Но это было технически возможно. Сейчас это абсолютно невозможно, это ложь, это фейк. Россия не соперничает с Европой, Россия не соперничает с Соединенными Штатами, Россия просто болтает об этом соперничестве по телевизору. Это глупое вранье. Глупое старческое хвастовство и глупое старческое вранье. Я думаю, что с уходом Путина оно тоже уйдет. И очень скоро выяснится, что вот эта скрепа, которая вроде такая приятная, хвастаться, вечно гордится, вечно рассказывает самим себе, какие мы велики, и как нас все боятся, и так далее. Я думаю, что очень скоро выяснится, что это удел не большинства. Да, это довольно популярно, в отличие от царской власти, но это отнюдь не удел большинства. Ну и так далее. Леонид Александрович, да, хотел бы, знаете, какой вопрос задать. Вы по первому образованию психолог. Вот как психолог, какой бы вы, значит, назвали, ну я не хотел бы говорить, диагноз, ну вот, описали бы российское общество именно как психолог, как вы видите сегодняшнее российское общество? Ну, я об этом по мере сил говорил, ну, общество, во-первых, в России, естественно, достаточно разное, как и в любой большой стране. Вот. Я думаю, что оно в значительной степени похоже, вопреки крикам о том, что с одной стороны рабы, рабы, сверху, внизу, одни, рабы. С другой стороны, мы особые, мы особо духовные. Чайковский, Достоевский. Вот. Рабов хватает, скажем, конформистов. Но их везде хватает. А в какой стране люди не конформисты и не подчиняются господствующим мнениям, не дают себе труд вырабатывать свою точку зрения, а просто подчиняются тому, что говорят СМИ. Во всех странах более или менее так. Чайковский, Достоевский, конечно, люди интересные, но и в других странах были и писатели, и композиторы ничуть не хуже, и духовных ценностей хватает. Поэтому в этом смысле ничего особенного в России нет. Просто мне кажется, что это более консервативное общество, чем на Западе. Его, естественно, сравнивать с западным обществом. Я не стал бы его сравнивать с китайским, про которое я просто мало что знаю, иранским или еще каким-то. Его, естественно, сравнивать с западным обществом, потому что Россия, догоняющая цивилизация, она всегда смотрела на Запад, как вот поэт Блок говорил, и с ненавистью, и с любовью. Ну да, и с ненавистью, и с любовью, так как подросток смотрит на взрослого человека. И ненавидит, и завидует, и презирает, и надеется его обогнать. Ну вот такой комплекс. Он в России всегда был. Поэтому сравнивать Россию, естественно, с западными обществами. Я думаю, что по сравнению с западным обществом, российское общество более консервативное. Но те вещи, которые невозможны в Америке, политкорректной Америке, в России возможны. В России можно негра назвать негром, и никто в обморок не упадет. А вот те вещи, которые возможны в политкорректной Америке, там, встать на одно колено перед неграми, они в России невозможны. И даже у самых продвинутых, и очень старающихся подражать Америке российских либералов, в кавычках или без кавычек, это кроме удивленной улыбки ничего не вызывает. Они, эти либералы, делают отчаянные над собой усилия, чтобы показать, что да-да, мы понимаем, как это прекрасно, как это величественно, как это хорошо. Но в душе они, мягко говоря, недоумевают по этому поводу. А другие ценности? Ну, какие в России особые ценности? Значит, в России меньше привыкли доверять государству. Подчиняться? Да, это правда. Но идентификации с государством нет. В России не верят, что в стране честное государство. Успокаивает себя тем, что во всем мире государства нечестные, и везде тоже угнетают, и везде тоже берут взятки. Просто у нас это погрубее, а на Западе это более скрыто. Ну, я думаю, что это неправда. Я думаю, что на Западе гораздо меньше берут взяток. Но, тем не менее, в России вот есть такая точка зрения. Вот. Российское общество очень вестернизировалось за 30 открытых лет. Россия 30 лет – абсолютно открытая страна. И она максимально вестернизирована во многих отношениях. От одежды, музыки, сленга, ценностей. И до того, как люди думают о своих проблемах. Главная проблема, вот если вы спрашиваете российских людей, какая проблема их больше всего волнует, я думаю, что это ответ стандартный для всех людей в мире, по крайней мере, на Западе. Здоровье. Мое здоровье. Здоровье близких. Вот это главная проблема российского человека. Деньги. Российские люди очень оригинальные. Они очень любят деньги. В отличие от всех других стран в мире, по-видимому. Российские люди очень ценят свою безопасность. Тоже не слишком, по-моему, оригинальное качество. Когда пытаются сказать, что российские граждане – какие-то прирожденные державники, еще одна скрепа вот такая, державники обожают большую страну и так далее, это неправда. Пропаганда это внушает. Людям это отчасти нравится. Люди любят хвастаться. Людям нравится, особенно если у них лично мало что в жизни получилось. Им нравится думать, что они принадлежат к большой, сильной стране. Единица вздор, единица ноль, отдельный человек. А вот вместе, ну вот Маяковский так писал. Ну, на самом деле, российские люди не коллективисты. Это ложь. Российские люди абсолютно индивидуалисты. У нас очень слабо развиты коллективные любые формы. У нас нет профсоюзов. У нас очень мало общественных организаций. Ну и так далее. Люди живут отдельной жизнью. В своих тусовках варятся, но коллективизма в этом смысле нет. Подчиняются ли они государству? Да, подчиняются. Они конформисты. Но опять-таки, это не больно оригинальное качество. А где же государству не подчиняются? Рабы-рабы мечтают, чтобы их топтали. Абсолютно они об этом не мечтают. Просто не имея организаций, не имея плотности социальной среды и не умея эту плотность создавать, против государства, а государство всегда разрушает любые общественные организации в России. Естественно, отдельный человек вынужден подчиняться государству. А если ты вынужден подчиняться, то удобнее говорить себе, что это правильно, что так и надо. Но по отдельности российские люди обожают государство обманывать. Например, налоги не платят. Я понимаю, что нигде в мире не любят платить налоги, но во многих странах вроде бы не очень принято государство обманывать. В России принято. Но опять-таки это меняется. Кстати, за годы путинской власти налоги стали платить намного больше. То есть, короче говоря, я бы ответил известными словами Булгакова про людей. Изменились ли горожане? Да нет, внешне, пожалуй. А так, любят деньги. Но это было всегда. Люди всегда любят деньги со времен, когда на коже их вырезали и до сегодняшнего дня. Поэтому российские люди, как и вообще в других странах люди, они достаточно пластичны. И вот те скрепы, которые им пытается внедрить и на которых пытается спекулировать Путин, эти скрепы принимаются народом. Безусловно. Принимаются. Кроме главной, центральной, основной скрепы, в сотый раз повторяю, скрепы, что в России должна быть самодержавная власть. Остальные скрепы принимаются. Но одновременно произошло гигантское размывание, конечно. Даже противостояние с Западом совершенно не так воспринимается в России, как при советской власти. Леонид Александрович, я извиняюсь, что вас перебиваю. У нас не так много времени. Остается вопросов у нас много. Извините еще раз, что я вас как бы на полусловие прервал, но у меня вопрос очень важный, который я хотел бы от вас услышать, если можно. В Беларуси будут выборы. В Беларуси, в государстве Беларусь будет выборы 9 августа. Если вдруг все пойдет не по сценарию Лукашенко, и народ, будем так говорить, восстанет и случится условный Майдан. Если при этой ситуации, при этом развитии то, что Россия может при каких-то обстоятельствах ввести на территорию Беларуси войска, или такого быть не может? Такого, с моей точки зрения, быть абсолютно не. может. По той простой причине, что опять же Путин популист. И против скрепа он не пойдет. Одна из скреп российского общества, скрепа, которую холили и лелеяли всю жизнь при Путине и до Путина, заключается в том, что мы с беларусами братья, один народ. И сколько бы не врала пропаганда о том, что мы, конечно же, оказываем помощь, братскую помощь, что в Беларуси восстание агентов ЦРУ, агентов СОРОСа, масонов, федерастов, фашистов, не знаю кого. И мы спасаем русских людей, и для этого должны вводить войска, не русских людей, а беларусов, братьев. Это вранье не прокатит. Просто не прокатит. То есть они согласятся на любого другого кандидата, если вдруг Лукашенко уберут? Ну что значит согласятся, деваться некуда. Еще раз повторяю, есть два варианта. Один вариант силой сбросить, устроить волнение в Минске и ввести для успокоения войска. Это нереально, потому что это будет максимально не популярно в России. А уж если в Белоруссии начнется сопротивление, это вызывает в России просто ступор. Вот когда вводили войска в Крым, это было максимально популярно. Почему? Потому что русские люди считали, 99%, что Крым наш, русский, российский, его у нас украли. Украл идиот Хрущев, украли хитрые украинцы, но это наша земля, там живут наши люди, и эти наши люди, жители Крыма, хотят жить в России, не хотят жить на Украине и хотят жить в России. Мы возвращаем свое, мы восстанавливаем справедливость и мы защищаем этих людей от страшных украинских националистов. В какой мере это соответствовало действительности, в какой мере это не соответствовало действительности, неважно. Люди думали так, такая скрепа. Про Белоруссию так не думают, там нет украденных в кавычках или без кавычек земель. Там нет группы населения, которые хочут уйти и жить в России. Там никто не ждет русских военных. И там нету тех антироссийских настроений, которые всегда были на Украине, и которые вызывали естественное, дикое раздражение в России. Когда был Майдан, один из первых законов, которые приняли победившие на Майдане люди, был о том или ином ограничении русского языка на Украине или в Украине. Для украинцев очень важно говорить на или вы. Пожалуйста, в Украине. Этот закон, который тут же со страшной силой растиражировало российское телевидение, вызвал естественное раздражение и возмущение в России. В Беларуси этого нет. Там нет антироссийских настроений. Там не будут принимать никакие законы об ограничении русского языка. А главное, там нету той группы населения, которую надо от кого-то защищать. А населению России, как любой страны, желательно считать, что если мы вводим войска, то мы поступаем по справедливости, а не просто защищаем трон диктатора, которого хочет сбросить народ, и защищаем этого диктатора только по одной единственной причине. Потому что существует корпоративная солидарность диктаторов. Диктаторы всего мира, соединяйтесь. Для Путина лично уход Лукашенко – это катастрофа. Путин ненавидит Лукашенко, а Лукашенко ненавидит Путина. Они злейшие личные враги. Это факт общеизвестный. Но с уходом Лукашенко Путин остается последним диктатором Европы. Крайне неуютная роль. Крайне. И кроме того, появляется страшный прецедент. Просто страшный. Не в Прибалтике, не в Грузии, даже не в Украине, а в самой близкой, родной Белоруссии, оказывается, можно вышвырнуть вечного президента. И ничего страшного не происходит. Для русского человека это очень важный прецедент. И для Путина это очень важный и очень тяжелый прецедент. Поэтому он, конечно, заинтересован в сохранении власти Лукашенко, без вопроса ненавистного ему Лукашенко. Но вводить войска он просто не может. Леонид Александрович, как бы вы охарактеризовали Алексея Навального? Чисто ваш взгляд, потому что насчет этого существует очень большая разноголосица. От прекрасных до... Он просто фашист и националист. Что бы вы сказали об этом сегодняшнем лидере российской оппозиции? Ну, какова оппозиция? Таков и лидер. Мне достаточно сказать одно. В момент, когда Путин объявил о голосовании по поправкам, Навальный сделал все для того, чтобы люди не шли голосовать против этих поправок. То есть, если Лев Толстой говорил о непротивлении злу насилием, то Навальный уже пошел дальше и говорит о непротивлении злу и ненасилием. Тот оппозиционер, который говорит, ни в коем случае нельзя голосовать против власти. Голосование фальшивое, подделывают, обманут. Это совершенно не важно. Важно одно. По толковому словарю русского языка оппозиционер это тот, который против власти. В тяжелой ситуации, в опасной ситуации, в неприятной ситуации. Но в любой ситуации он против власти. Навальный сказал, ни в коем случае голосовать против власти не надо. Следовательно, он по определению не является лидером оппозиции. Он талантливый журналист, разоблачитель, популист, автор удачных и успешных фильмов, которые он там показывает. Популярный человек, но политическая позиция Навальный, естественно, не является, поскольку политическая позиция начинается с одного, с борьбы за власть и против той власти, которая имеет место. Не с разоблачения, кто сколько денег украл. Это вещь важная, нужная, но это ступенька, это средство. А конечный результат один. Мы выступаем против этой власти. Она подставилась, она объявила голосование по важным для нее поправкам. Фальшивое это голосование, поддельное это голосование, мы не знаем. Но в любом случае, если она подставилась, мы должны попытаться ее укусить. Навальный говорит, ни в коем случае кусать эту власть не надо, но, следовательно, он не является лидером оппозиции, является кем-то другим. Леонид Александрович, у нас остается не так много времени, но для нас есть один довольно важный, интересный вопрос. Знаете, есть выражение такое, большое видится на расстоянии или издалека. На ваш взгляд, выборы в США в ноябре месяце, как вы на них смотрите и кто, на ваш взгляд, будет выбран президентом США? Вот на ваш взгляд, из Москвы? У меня на второй вопрос ответа, естественно, нет. По рейтингам, как я знаю, Байден, но посмотрим, что будет. Смотрю я с ужасом, потому что если не просто большая страна, где 350 миллионов человек, а страна, где 350 миллионов не совсем обычных людей, потому что все-таки в Америку традиционно ехали и едут наиболее энергичные, умные, конкурентоспособные и так далее люди. То есть это в каком-то смысле, это не политкорректно, но это правда, в каком-то смысле это отборная часть Европы, отборная часть Азии. И вот если такая страна породила из себя двух кандидатов, я даже не говорю, что одному под 80, а другому далеко за 70, но двух кандидатов, которые производят, политкорректно выражаясь, более чем странное впечатление оба, то это, с моей точки зрения, означает очень опасный симптом, какой-то очень тяжелой и глубокой болезни, в которой страдают Соединенные Штаты. Впрочем, мы видим и другие симптомы. когда руководители университетов встают на колени перед погромщиками, когда запрещено назвать наркомана наркоманом, когда требуется принимать экзамены у людей, которые еле-еле умеют вообще свое имя подписать. Это опасные симптомы. И при этом, насколько я понимаю, очень мало что делается для того, чтобы без цирка, без истерик и без фарса реально пытаться решать социальные проблемы тех же самых негров или, как у вас положено говорить, афроамериканцев. Вместо решения реальных проблем становиться на колени, заливать гадостями памятники Колумбову, президенту Вильсона, это симптом тяжелой болезни. Но надо сказать, что Америка всю жизнь живет в режиме тяжелых болезней. От гражданской войны, катастрофы Вьетнама, раскол. То есть Америка это общество, как и многие другие общества, которое балансирует постоянно на краю. Но, видимо, это, этот раскол, эти опасности внутренние, эта борьба и давала, не знаю, дает ли сейчас, Америке энергию до дальнейшего движения. Внутренние противоречия, являлись мощным стимулом для развития Америки. Леонид Александрович, мы вынуждены вас прервать, извините, еще раз. У нас такой, если было больше времени, можно было бы еще и еще беседовать, но, к сожалению, наше время исчерпано. Огромное вам спасибо за это интервью. Мы надеемся еще на встречи с вами. На продолжение дела. На продолжение. И желаем вам здоровья, всего самого наилучшего. Берегите себя. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»